Компания Татнефть обратилась за помощью к сотрудникам Казанского федерального университета по вопросу борьбы с американским клёном. Такие чужеродные виды распространяются неконтролируемо и внедряются в естественные природные сообщества. Часто они вытесняют местные виды флоры, полностью изменяют состав и структуру растительных сообществ, что приводит к потере биологического разнообразия и не только. Природные экосистемы, которые были по берегам рек, сейчас полностью изменены. И вот в частности американский клён образуют сплошные заросли, где были раньше либо пойменные луга, либо это были пойменные леса. И сейчас фактически все эти сообщества растительные, они уничтожены этим американским клёном. По словам учёного, спил деревьев не даст эффективного результата. Помимо этого, всё это может негативно отразиться на природе и проживающих здесь микроорганизмах. Опасно также использование пестицидов. Если после спила из оставшегося пня появляется на следующий год очень обильная поросль, с которой ещё сложнее бороться, чем с взрослыми деревьями, то здесь стоит задача подыскать такой метод, который бы помог полностью уничтожить растения. По результатам исследований эксперты разработают рекомендации по борьбе с американским клёном. На полное восстановление уйдет как минимум три года. Лилия Талипова, Универньюс.